Иркутск Короче, дорожка как была, так и осталась Нового ничего не придумали Только вот ярмарка появилась Кубики, мне кажется, в прошлый раз стояли Ну, ничего нового Короче говоря, меня что, забавляет? Ну, может быть, что-то всё-таки будет здесь рано или поздно Короче, за две недели ничего не изменилось, я смотрю Как было, так и есть Ажиотажа и отдыха детей я не вижу Вот что-то появилось с проволочной О, Господи, я вижу полицию, слава Богу Их так редко вижу в городе Иркутске Ну, вот, не знаю, заметится, наверное, первый раз Ну, хорошо, спасибо Вот появились проволочные какие-то цветочки Видите? Ну, я не знаю, но вот дизайн Современный дизайн Наших дизайнеров, видимо, да? Может быть, здесь что-то будет задумано Кружочек, видимо, здесь надо вот что-то... Ой, нет, он не поднимается Ой, так слушайте Эти проволочные штучки-то, они везде появились Ну да, это... Ой, это, конечно, круто Вот это, да... Ну вот, видите? Наверное, это, так сказать, полигон для творчества Можно же подойти и гнуть, видимо И сгибать всяко-разно Ой, ну просто чудеса архитектурно-дизайнерского проектирования Смотрите, чудесные композиции Ну просто это полет архитектурно-дизайнерской мысли, да? Но самое-то главное Обратите внимание В этих бочках огромное количество земли насыпано Это же вот земля И вот эти вот алюминиевые огурцы, видимо, да? Они растут Они растут, вот, вот Они вырастают из этой земли Круто, круто А вот, на мой взгляд Ну, сколько этих здесь цветочных клумб? Раз, два, три, четыре, пять, шесть Шесть цветочных клумб Эта дорога, как бы, не ведущая никуда На этом закончилась Короче, делаю вывод Что вот вместо того, чтобы посадить вот эти алюминиевые цветочки Лучше бы вот это... Придумали что-нибудь вот с этой лужей Вечной здесь Несмотря на то, что у нас уже, как бы Дождя-то давно вроде бы не было А лужи вот есть Ну, вот, такие дела Вот тут еще палку какую-то положили Ну, вот за этим столиком, наверное, люди будут кушать Я не знаю, что будут делать А вот за тем вот теннисным столом С деревянной сеткой С деревянной сеткой, да? Они будут играть в теннис Ну, вот такая вот юмористическая зона отдыха Ну, что, будем ждать, будем ждать Будем ждать окончания этого Очень любопытного проекта Во-первых А во-вторых, самое интересное Видимо, когда снег выпадет Вот это будет уже все завершено И, видимо, по первому снегу Здесь откроют эту зону отдыха Под открытым небом И все эти деньги, которые были вложены Так или иначе Они все равно были Ну, что там говорить Бочки покрасить там Краску купить и так далее Это все, в общем-то Естественно По первому снегу окупится И, видимо, здесь еще сделают такой каток Или лыжную, может быть, какую-нибудь Эту самую трассу Скорее всего А, вот, видите Вот полоски накрасили же Вот, видите, как Вот А, наверное, это заготовка для лыжной трассы Зимней Которая здесь будет открыт Ну, буквально там Через две недели, как выпадет снег Все, сегодня у нас 8 октября 2019 года Я бегу оформлять выставку Ну, может быть, с выставки Сделаю несколько репортажек Жиков Поскольку прогулки по городу Якутску Сейчас у меня сократились До минимума Все, пока На центральном рынке Вот на Тимирязево Напротив оригинала Или как тут сейчас Вот стройка идет Стоит четыре вот таких киосточка Видите, да? Я их хочу порекомендовать Четыре Ну, их здесь больше Но, мне кажется Вот в трех В трех Продают Тут же прямо пекут, что характерно Горячие, свежие Пирожки Очень вкусные Отсюда такой запах исходит И я здесь стал регулярно питаться Да, да Цены, ну, совсем Человеческие Видите? А вкус Ну, пожалуй, это самые пирожки Самые вкусные пирожки в городе Иркутске Я сейчас здесь возьму и быстренько позавтракаю Здесь даже можно взять чай и кофе И вообще вот Наши нерусские гости Которые, собственно, этим занимаются Но при этом пекут русские пирожки И русскую выпечку Ну, я к ним испытываю огромную благодарность Потому что Ну, как бы все вот уже эти самые Хинкали и так далее Они, конечно, немножечко поднадоели Я всегда ходил и мечтал Где взять нормальных русских пирожков Вот они здесь как раз есть С картошкой С мясом С печенью С капустой Рекомендую Бесплатно За рекламу они мне ничего не дают Надо будет им подсказать Чтоб хотя бы по утрам пирожки выдавали Вот мой сегодняшний завтрак Ну, что делать Люблю я это место Мне как-то с людьми веселее Тут разные люди Ходят Ну, вот один зал Почти готов для развески Не знаю, выдаю, может быть, секреты Экспозиционные Но мне пока Все достаточно нравится То, как это делают Сотрудники Музейной студии Я просто Им сильно благодарен Часть развешена Часть будет еще развешена Вот тут Все Послезавтра ждем У меня появилась У меня появилась Надежда, что я успею Послезавтра Здесь Восемнадцать ноль ноль Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok